Вся страна готовится к главному событию. 18 марта – выборы президента. Это ответственное действие для каждого гражданина. В Хасавюрте на сегодняшний день идет активная подготовка к предстоящим выборам. По сути, проведение выборов и участие в них – это прохождение определяющего этапа ближайшего будущего, считают руководители муниципальных управлений и служб. Выборы – это, конечно же, обязательно, так как каждый из нас строит свое будущее. И сегодня каждый должен выбрать того президента, который он считает, что будет работать во благо России. Мы выбираем главу нашего государства. Это ответственное дело. Каждый человек должен выполнить свой гражданский долг. Мы своим безразличием можем совершить ошибку. За нас могут проголосовать другие. И поэтому мы все знаем, что мы обязаны, мы должны пойти все, как были времена, в различной обстановке со всей семьей, совершеннолетними, совершеннолетними семьи, должны явиться на избирательный участок и проголосовать. По мнению горожан, Хасавюрт сыграл ключевую роль в период сложных политических событий. Сделать свой выбор в пользу достойного кандидата на благо всего народа – это долг каждого жителя страны. Народ много говорит. Надо идти на выборы. Обязательно на выборы надо. Кого они хотят, того пусть они голосуют. Я буду ходить, кого я захочу, считаю нужным, тому я буду голосовать. Поэтому вызываем всех хасавюртовских горожан тоже голосовать. Идти на участки, избирательные участки, где они живут по месту жительства, и голосовать. Обязательно на порядке. На выборы все выходим, все участвуем. Для народа, для государства, чтобы из кризиса вышли, все же, чтобы работа была хорошая. Я пойду на выборы в 18 часов, потому что каждый гражданин Российской Федерации должен ходить на выборы, голосовать. Пойти туда, уделить 15 минут – это же несложно. Проголосовать за кого хотите. До выборов президента остаются считанные дни. В хасавюрте подготовлены 40 избирательных участков, где каждый житель может прийти и отдать свой голос за того кандидата, которого хотят видеть руководителем страны. Бика Сулейманова, Самад Гакаев, информационная программа «Пульс».